Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Рой Либру. HTTP Рой Либру. Все книги автора. HTTP Рой Либру. ОСР Сегенел Экзендер. HTML. Эта же книга в других форматах. HTTP Рой Либру. Бук Сегенел Экзендер. Невская битва. HTML. Приятного чтения. Александр Сегин. Невская битва. Солнце и земли русской. Исторический роман. Экт. Астриль. Хранитель. Москва. Псим. 1974 ТЛ7. Невская битва. 1240. Битва между русскими и шведскими войсками на Р. Неве. 15 июля. Целью вторжения шведов был захват Устья Р. Невы и Г. Ладоги, что давало возможность овладеть важнейшим участком пути из Варяг в Греки, находившимся под контролем Новгорода Великого. Получив известие о появлении шведов под командой зятя короля Эрика 11 Бергера, новгородский князь Александр Ярославич, не ожидая подхода всех своих сил, двинулся вниз по Р. Волхов и раньше шведов вышел к Ладоге, где к нему присоединилась дружина ладожан. К этому времени шведы с союзниками, норвежцами и финнами, достигли Устья Р. И Жора. Воспользовавшись туманом, русские неожиданно напали на шведский лагерь и разгромили врага. Только наступление темноты прекратило битву и позволило спастись остаткам войска Бергера, который был ранен Александром Ярославичем. В Невской битве особенно отличились Гаврила Алексич, Сбыслав Якунович, Яков Полочинин и другие. Князь Александр Ярославич за проявленное в битве полководческое искусство и мужество был прозван Невским. Военно-политическое значение Невской битвы состояло в предотвращении угрозы вражеского нашествия с севера и в обеспечении безопасности границ России со стороны Швеции. А с худой и многогрешной, малосмысля, покушаясь описать о житии святаго князя Александра, сына Ярославля, а внука Всеволожа. Неизвестный автор жития Александра Невского, светлой памяти раба Божия Дора Эдуарда Федоровича Володина, венец первый, свадебный, глава первая, благодатный огонь. Из святого града Иерусалима, от самого живоносного камени гроба Господня шел инок-паломник повидать Александра. Два разных противоречивых чувства одолевали его. Первые, страшные, чернокаменные, тяжким гнетом лежащие в груди всю эту зиму, покуда он влочился по земле русской, видя ее беспримерное и полное разорение. Но чем ближе был торопец городок, куда стремился странник, тем больше охватывало его чувство радости, что вот уж скоро встретится он с Ярославичем и порадует его благою вестью, несомой от самих тех земель, где проповедовал и страдал Господь наш Иисус. Горе мрачное стояло за спиной инока Алексия, жгло ему пешие пяты, дышало огнем в затылок, ничего не осталось от обители, из которой два года назад отправился он в святые земли, никого не пощадила смерть из монастырской братьи, провожавшей его тогда в дальнее паломничество. Неведомое племя с востока истребляло русичий. Бог, любя Русь, наказывал ее за многие прегрешения, как карают того, от кого ждешь великих дел. Родной Переяславль, покинутый для края чужого, встретил странника пепелищем, по которому бродили несчастные тени. Алексий родился в небольшом сельце на берегу Клещина озера один за 20 лет до Александра, рано остался без родителей, отроком подался в Переяславль, в Борисоглебскую обитель к игумену Ядару. Братья была тут немногочисленная, в разные годы от семи до десяти иноков, в основном все хорошие, покладистые и спокойные. Алексий средь них был самый истроптивый, но ни разу не возникало у него желания покинуть монастырь. Постригли его 800-летнюю годовщину представления преподобного Алексия, человека Божия, в честь которого и назвали новоиспеченного монаха. Но должное смирение так и не пришло к нему, покуда не родился у князя Ярослава Всеволодовича второй сынок. В тот день, 30 мая 28 года, два словно добрые и спокойные солнца просияло в душе у Алексия. Он бы и сам не смог толком объяснить, что связывало его с новорожденным княжичем, но, когда кто-либо говорил что-то о маленьком Ярославиче, светлое тепло разливалось во всем существе монаха, и он молился о нем, да пошлет Господь Бог в лице этого новоявленного русича мир и спасение всей земли русской. Новый Ярославич появился на свет в день преподобного Исаакия Далматского, игумена и исповедника, и ядор тогда сказал, приведи нам Бог такого в нем Исаакия, который говорил царю Валенту, что не побьешь варваров, докуда не воспалаешь любовью ко Христу Богу. А монах Феодор добавил, ириже ни в пропастях, ни в болотах не погиб, нет, святой обряд крещения совершен был на 12-й день по рождению, и дано было Исаакию крестильное имя Александр в честь доблестного воина и мученика Александра Фракийского, память Коева в тот день совершалась. Инок Алексий издалека наблюдал за крещением и урывком видел сей колобок румяный, и показалось ему, что младенец был при крещении как-то непомладенчески разумен, словно понимал важность происходящего. А когда трижды погрузили маленького в купель, яркое солнце озарило окна храма и княжоночек мокрый весело рассмеялся, рассмеялся и что-то пропел душевное. Многие умилились, и кто-то сказал громко, ой, какой хорошенький. И с той поры никто в Борисоглебском Переиславльском монастыре не мог нарадоваться на то, как в добрую сторону переменился нрав Инока Алексия, до селе, ретивый и дерзкий, отселе, хоть и немного озорной, но добросердечный и послушный. В тот год впервые дошли слухи о некоем новом племени, подобном Гогу и Магогу, которая вторглась в Персию, и слышалось в тех слухах нечто особенно тревожное, хотя и до тех пор немало являлось известия о разных саранчах в человечьем обличье. Множество врагов окружала Русь, да и сами русичи в междоусобице заменяли врагов друг другу, но в монголах слышалась настоящая погибель, а не в Агарянах Триине в Немчуре, хотя и те и другие изрядно досаждали. Первые отнимали Русское море, на прибрежье, под Сурожью, войско султана Алладина побило наших крепко, вторые отнимали Балтику, строили крепости, теснили новгородцев, датский немец возле Колывания 4 оторвал кусок земли и поставил свою крепость Ревель. Но все сие затмилось, когда Мстислав Галицкий, непобедимый Витязь и соперник великого князя Юрия Всеволодовича, испытал силу татарскую на берегах реки Калкей, битый, бежал, погубив войско и лучших богатарей числом более семидесяти. Тревога росла и по причине дурных знамений, то целую седмицу в небесах являлась непомерно огромная хвостатая звездяга, рекомая кометой, то засуха все лето жгла леса и болота, так что дымом заслоняло небо и невозможно становилось дышать. То в Клещине озере объявлялось странное чудовище, хвостом переворачивающие лодки рыбаков и по ночам истошно хохочущие, и много еще чего такого случалось, о чем суеверные тотчас говорили как о признаках приближающегося конца света, и на исповедях приходилось частенько повторять одно и то же, чтоб боялись не самого пришествия грозного судей, а чтоб боялись своего собственного непреуготовления к страшному суду Божию. Когда княжичу Александру исполнилось шесть лет, его отец, Ярослав Всеволодович, прославился ратными и душеполезными деяниями, разбойников литовских наказал в битве близ у света, умертвив их более двух тысяч, взяв в плен их главарей и освободив наших пленных. Затем, а другой год, входил в Сумейскую землю пять на самый северный ее край, где жили дикари-самоеды, вразумлял их и многих привез пленными в Новгород для очеловечения. А после того с помощью многих священников и без применения силы в Карельской земле крестил жителей, уже готовых к принятию Христова света и радостно вошедших в число народов, познавших благодать. Тогда же случились в один год две важные смерти, в татарах помер их вождь Чингисхан, а на Руси не стало родного деда Александра по матери, мсти слава удалого, и если там, за пределами, были иные громкие военачальники, то земля русская продолжала слабеть в раздорах. Но когда заводились разговоры об этом, у монаха Алексия так и рвалось слететь с языка Александр. Он мечтал о нем как о будущем величайшем витязе, слава которого во сто крат превзойдет хвалу и удаль мстислава. Жалко было ему, когда восьмилетнего Ярославича увезли в Новгород и посадили там княжичем-наместником вкупе со старшим братом, десятилетним Федором. Досели Алексию хоть иногда удавалось повидать княжича солнышко, то в лесу или в поле при прогулках и на первых охотничьих навыках, а то и приведут в монастырь перед праздничком. Теперь же только слухами о нем приходилось кормиться. И тревога грызла, Ярослав-то разругался с новогородцами, оттого и покинул их, оставив вместо себя двоих недорослых наместничков. После Никола Зимнего их вернули, в Вольном Граде вспыхнуло восстание, стали бить всех приверженных Ярославу, и все Володович едва успел спасти сыновей своих из огня новгородского буйства. Два года Александр и Федор жили в Переиславле среди земляков, и Алексий снова частенько видывал того, о ком знал, что ему суждено стать спасителем и сохранителем земли русской. Он-то знал, но другие ничего не предвидели в Александре. Говорили о нем, что излишне скромен, даже застенчив, в молитвах родитель, о вратном возрастании пока не очень-то, а татарах слухи стали понемногу стихать. Говорили, что новым Хаганом у них выдвинулся какой-то угадай, что он пуще озабочен завоеваниями в синь стране, сиречь в Китае, нежели походами на Русь. Новгородцы за два года отрезвели умом и вновь призвали к себе княжить Ярослава. Тот отправился к ним с Федором и Александром сразу после Рождества Христова, а к окрещению вернулся в Переиславле один, опять оставив птенцов в чужом гнезде на ветру. Летом пришли известия, что голод в Новгороде свирепствует люто, потому как ранний мороз истребил все озимые, да еще и страшным пожаром сожран весь славянский конец Новгорода. Шесть люди тонули в Волхове, спасаясь от огня, и кто не умер от глада и пожара, находил смерть в воде. Едва вновь не свалили всю вину на Ярославичей, и отцу их пришлось ехать в Новгород усмирять смуту. Алексий молил Бога, чтоб Александра возвратили в Переиславль, но это гонь не случилось, шли годы, а свет княжич оставался на берегах Волхова, и говорили о нем, что он там прижился, примирился с тамошним человечьим буреломом, его полюбили никого не любящие жители вольной северной столицы, полюбили и слушаются, хотя ему совсем мало лет. Федор не пришелся им по сердцу, и он часто отлучался в разные походы, лишь бы не сидеть в тени святые Софии. По исполнении 15-летнего возраста Федора привезли в Новгород женить, готовить к свадьбе. Наварили медов до 200 видов, наготовили кушанье небывалое количество, и уж привезли невесту, когда несчастный юноша внезапно скончался от неведомой скоротечной болезни. И, конечно же, в Переиславле не оставалось сомневающихся в том, что ихнего дорогого Федюшку отравили проклятые вольнолюбцы новогородские. Гремычный Ярослав, похоронив старшего сына и приехав вскоре в родной Переиславль, приходил к Ядару на исповедь. Тайну исповеди, конечно же, игумен не раскрыл, но обмолвился. Убивается пуще возможного. А как там Александр? Спросил Алексий. О нем беседы не было, задумчиво ответил Ядар и в тот же вечер за трапезой повелел прочесть вслух житие Бориса и Глеба, которые и без того в обители знали наизусть. Но, когда стали читать, оно показалось теперь небывало пронзительным, особенно когда дошли до стенаний Глеба по погибшему брату. Лучше бы мне умереть и с тобою, нежели жить и всем житие одному, осиротевшую без тебя. А сдумал увидать твое ангельское лице. И се, какое горе постигло мя. Лучше я желал бы умереть и с тобою, господин мой. А теперь что делать мне, умиленную и скорбящую о твоей красоте и о глубоком разуме отца моего? О милой мой брате и господине, ежели ты получил дерзновение от Бога, моли о мне унылом, дабы и я сподоблен был ту же смерть приятой жить с тобою, а не в свете всем прельщений полным. Алексия так и прожгло насквозь, а нет, не дай Бог, чтобы сбылось с Александром то же, что и с Глебом по кончине Бориса. Пошли ему, Господи, крепости души и тела для одоления мечтаний смерти. И на сей раз сбылась его молитва. Александр не ушел к брату своему в небесную обитель, подобно Глебу, ушедшему следом за Борисом. Он окреп мышцею и уже не говорили о нем, что токмо молитвенник он. В другой год по кончине брата, весною, 15-летний Александр Ярославич впервые ходил вместе с родителем в ратный поход на проклятого немца. Победа была одержана славной, земли за Чудским озером освобождены полностью, а сами немцы заключили такой мир, какого от них потребовал победитель. О юном Александре говорили, что он даже участвовал в сече, но потом эти слухи не оправдались. Алексий один знал, кто настоящий победоносец, только благодаря присутствию в походе сына Ярослав одолел немчуру. В тот же год летом Ярослав и литовцев побил под русой, и вновь при нем был сынок. И теперь уж мало осталось в Новгороде недовольных ими. Тех, кто любил немца, совсем изгнали, а большинство ретивых новгородцев славили отца и сына. Честь, оказанная им, дошла до того, что отныне новгородцы признавали наследное владение Ярославом и Александром их городом. Вот какой радостью великой сменилась тяжкая горе. Сыновья Всеволода Большое Гнездо, великий князь Юрий и Ярослав Всеволодовичи, радовались хорошим годам для Руси, их города цвели и богатели. Украшалась и Борисоглебская обитель в Переяславле, в которой монах Алексий усердно молился о витязе и богоносце Александре, о его полнокровном и крепком возрастании. Изредка сам Александр наведывался в родной свой град, где он появился на свет и провел самые счастливые и беззаботные годы детства. Народ любовался им, его созревающей статью и красотой возмужения. Вот в прошлый раз приезжал наш голубчик еще сломающимся голоском, а нынче приехал уже мужчиной. И речь такая твердая, слово «каждое», как меч стальной, не то что было еще совсем недавно. Если в храме стоит, то подпевает краше всех, а если на играх станет из лука стрелять, то всех превзойдет в этом искусстве. Однажды на холме над Клещиным озером они встретились, юный князь и пекущийся о нем монах. Александр любил бывать здесь один, видели, как он то молился, то просто сидел и смотрел на просторы озера. Алексий, когда выдавался случай, тоже взбирался сюда и сиживал, надеясь на случайную встречу. И вот она произошла. Он уж собирался вставать и уходить, как вдруг прямо перед ним будто стройное деревцо выросло. Александр Ярославич, вскочил Алексий, благослови иначе, склонил тотчас свою русую голову княжич, выставив пред собою две лодочки ладоней, сложенные одна на другую. Благословляю во имя отца и сына и святаго духа, дрогнувшим голосом промолвил монах, осеняя княжича божьим благословением. Он хотел сказать ему о том, что непрестанно молится о его счастливой участи и будущих великих подвигах, но почему-то вместо этого пробормотал. Засиделся я тут, прости, княже, поспешу в обитель, храни тебя Бог, солнце ты светлая. И, покинув Ярославича, поспешил по крутому склону вниз, в сторону Переяславля. Таков и остался единственный в его жизни разговор с Александром. Как же он потом ругал себя за это постыдное бегство. Оправдывался перед собою, что, мол, раз уж княжич любит на том холме один постоять, то нельзя было мешать ему, но другой голос говорил. А и ничего бы не рухнуло в мире, если бы хоть несколькими словами еще перемолвились. Ведь не было в любви Алексия к Александру никакой корысти, ничего такого, чего стадица следовало. Это была любовь к рассвету, к пению птиц, к дыханию трав и свежему ветру, к белоснежным облакам и морозной зиме, к чистым дымам над жилищами, к ласковым очертаниям крыши куполов, ко всему тому, что наполняет сердце русского человека радостью о красоте и полноценности человеческого мироздания, созданного Творцом Небесным. И юный княжич в представлении инока являл собой чудесный венец сих творений. Недолгое счастье кончилось внезапным и страшным предзнаменованием. В год 6745 от сотворения мира 7 Пасха была на редкость поздняя, аж в последний апрельский день. Снег сошел за две недели до нее, и все уж расцветать взялось, как вдруг в страстную пятницу, среди ясного солнечного дня, налетел вихрь, нагнал из черно-синих, будто гнилых, туч, на небе нагромоздилось одно на другое, ударилось и настелило на землю белую снежную постель, а потом посыпалось из туч что-то черное и со стуком стало падать поверх этого белоснежья. Глянули и ахнули в ужасе, птицы, полным-полно мертвых птиц, черных и серых на белой простане снега, скворушки и дрозды, зуйки и мелкие дятлы, стрижи и бекасы, щеглы и снегири, а уж воробьев, синичек, мухоловок, поползни и всякой прочей чечеточной мелкоты россыпью. Даже крупные галки, вороны и грачи попадались, и все сплошь падаль. Случаи таковые бывали и раньше, но во времена баснословные, и на своем веку никто еще такого ужасающего изумления не помнил. Весь остаток дня торопливо собирали мертвых птиц и мешками сносили в ямы, чтобы поскорее закопать и не видеть. В тот же вечер Игумен Ядар призвал к себе инока Алексия и сказал ему, чтобы тот собирался сразу после светлого Христова воскресения в дальний путь. Вот что, Алешенька, неожиданно ласково обратился к иноку. Игумен, тебя одного решил благословить я на важнейшее хожение. Сегодня под утро было мне видение, огромная туча именем Баты надвинулась на нас и все смело, все пожгла на русской земле и стала истреблять русичей, желая уничтожить всех без остатка. И лишь пасхальным огнем от живоносного гроба Господня можно спастись. Так что ступай, Алеша, дойди пешком до Святого Града, где Господь наш страдал и воскрес. До будущей Пасхи с лихвой тебе есть время добраться. Возьми Святого Огня, что в Великую Субботу на гробе Господнем сам возжигается, и спеши с ним назад, к нам. Возможно, успеешь спасти нашу землю от полной погибели. Так, по благословению Игумена Ядара, инок Алексий стал паломником во Святую Землю, и в самый день главного праздника, в светлое Христово воскресенье, утром отправился в неблизкий путь. Пятеро братьев обители вместе с настоятелем проводили его до ворот монастыря, с каждым он расцеловался и шагнул за ворота в новую для себя жизнь, пешую. Снег страстной пятницы продержался только до Пасхи, и теперь уже было сухо, почти не грязно на дорогах. Входка шел Алексий всю светлую седмицу, и в пятницу пришел в град Москву, основанную прадедом Александра, князем Юрием Владимировичем, прозванным Долгоруким. Тут Алексий ночевал в монастыре Святого Георгия, который в тот же день посетил главный московский воевода Филипп Тнянько, и сказывал, что в татарах объявился новый великий вождь по имени Батый, алчущий новых завоеваний в русской земле. От Москвы Дни Странника полетели все быстрее и быстрее, потому что он уже стал привыкать к своей пешеходной жизни, и ноги поутру уже сами в путь просились. Еще через пять дней он ночевал в Калуге, праздник Вознесения справлял в Чернигове, здесь прожил несколько дней в монастыре Михаила Архангела, недавно основанном, помогал братьям в строительстве, а в самый последний день там же имел беседу с посетившим монастырь князем Черниговским Михаилом Всеволодовичем. Тот выслушал его рассказ про птичьи знамения и сон Ядара с волнением и сказал, что и ему был вещий сон, мол, придет зверь Атый, через которого он, Михаил, жизни лишится, но обретет небесную обитель. Денег давал князь Алексию, но паломник взял ровно столько, чтобы не совсем с пустой мошной дальше двигаться. В конце июня он пришел в Киев и почти целую сетмицу прожил в Печерской лавре, незаметной среди многочисленной братьев. Затворялся в пещерах, молясь Богу об успешном своем паломничестве и об Александре. Видел однажды самого митрополита Иосифа. Общался больше всего с диаконом Мартирием и монахом Авраамием, беседовал со старцами Пергеем и Мелодием, которые тоже говорили о грядущем звере, только Пергей назвал его Атуем, а Мелодий — Батыем. Отпостившись с печерскими монахами до Петрова дня, Алексий отправился дальше и почти месяц брел до Галича, куда притек как раз в день памяти убиения Бориса и Глеба. Тут случилось с ним недоразумение, чуть было не стоившее ему свободы, а то и жизни. Соблазнился он плыть на ладье вниз по Днестру с латинскими проповедниками. Уж очень приятно казалось ему поплавать по речке, к тому же и жара стояла несносная, а под парусом — тень, прохлада. Но на в этой порой день плавания он узнал, с какой целью плавут в половецкую землю латины. Оказывается, с недавних пор римский папа образовал там куманскую епархию, возглавляемую епископом Теодориком, и сие новые миссионеры направлялись в устье Днестра учреждать католические приходы. В общем, Алексий вскоре с ними разругался, да так, что они садили его на берег и оставили одного среди диких мест у подножия Подольской возвышенности. И дальше долго шагал он по бездорожью и безлюдью, несколько раз едва не нарвался на половецкие разъезды и чудом не попал к степнякам в плен или под нож, одной молитвой окражден бысть. Умирая от голода, Алексий добрался до Валахов и тут 20 дней трудился у одного скотовода, чтобы заработать себе на пропитание и новую обувь. Лишь после успения Богородицы отправился он до Лии, пересек Дунай, взошел на горы Балканские, побывал в столице болгарского государства, в древних монастырях, где всюду его привечали и хорошо угощали, из каждого уходил он с запасом еды и красного вкусного вина. Болгары, недавно объединившиеся с никейцами против латинян, очень полюбились ему веселым нравом и христолюбием. Приближалась осень, дни становились нежаркими, идти было все легче и легче, самое время для пешехода, когда жар распадает, а холода еще не взяли власть. К празднику воздвижения честного и животворящего креста Господня инок Алексий радостно приближался к Константинополю и в виду Царьграда пел свой любимый крестовоздвиженский тропарь, вставляя в него моли неи о победах Александра. Спаси Господи люди Твоя и благослови достояние Твое, победы благоверному князю Александру Ярославичу на сопротивные даруи Твое, сохраняя крестом Твоим жительство. Царьград встретил переиславльского паломника неприветливо, вот уж четвертый десяток лет здесь хозейничали латиняне, императором был недавно провозглашенный Балдуин II, и православных паломников не жаловали. С трудом он нашел себе жилье на пару дней, чтобы все же походить по цареградским святыням и помолиться Богу во Блатиненном храме Святая София, ставшим прообразом многих русских храмов, и в Кировой церкви, где слагал свои чудесные икосы и кондаки роман «Сладкопевец» во Влахернах, где уже не хранились честные ризы Ямафор при Святой Богородице. Переправившись на другой берег, он двинулся в Вифинию, туда, где теперь находилась столица православных греческих василевсов, знаменитая Никия, славная двумя вселенскими соборами, первым, осудившим орианскую ересь, и вторым, восстановившим почитание святых икон. В день тогда еще недавно установленного праздника Покрова Богородицы он вошел в Никию через главные врата города с пением романого кондака «Дева Днесь». В Никии Алексий отдыхал три дня, и дальше ему предстоял тяжелый переход через земли сельджуков, румский султанат. Про них ему сказали так, «Можно легко пройти и добрых агорян встретить, которые и переночевать пустят, и накормят, и с собой в дорогу дадут, а можно и на злых нарваться, до таких, которые горло перережут за то, что ты не придерживаешься их магометанской веры». Но ангел-хранитель сопутствовал страннику, и за десять дней Алексий благополучно добрался до столицы султаната, старинного икония, а еще через пять дней он уже шел по Киликии, где жили армяне и властвовал армянский государь. В последние дни октября инок пришел в Антиохию, отметив первые полгода своего путешествия. Отсюда до Русалима оставалось уже рукой подать. Сказывали, две недели пешего хода, а это для него уже был сущий пустяк. Меньше, чем от Переиславля до Чернигова. Здесь владычествовали франки, завоевавшие побережье Сирии во времена своих смелых походов. С трудом Алексий нашел в Антиохии небольшой православный монастырь Святого Георгия, в котором обитали двое русских монахов, Кириллу, родом из Новгорода, и резонец Феодор. Они обрадовались появлению соотечественника и просили пожить подольше. И он задержался в любимом граде евангелиста Луки на две недели. Места тут были прекрасные, побережье моря, куда он часто наведывался, радовало взгляд красотами и величием видов. Рассказывали про то, как тут было обретено копье Лангина, коим римский воин пронзил ребра спасителя, когда тот испускал дух на кресте. Лишь с помощью этой святыни рыцари Франки смогли покорить антиохийскую твердыню. Несколько раз ходил Алексий в храм Иоанна предтечи прикладываться к ковчегу, в коем хранилась десница самого крестителя. С нее же истекала некогда крещенская вода, которой Иоанн кропил спасителя в день богоявления. Однажды, видя благоговение русского паломника, ключарь поддался душевному порыву и открыл ковчег, чтобы Алексий смог воочию увидеть реликвию. Взор у него открылась иссохшая кист десной руки, на одном из пальцев не хватало фаланги, и запах от руки предтечи исходил такой же, какой источает полые листва в солнечный осенний денек. С началом рождественского поста паломник двинулся дальше, через два дня миновал ладикию хананскую и шел вдоль моря, распевая псалмы и молитвы, и косы и кондаки, радуясь, что все ближе заветная цель. По левую руку от него вставали причудливые очертания рыцарских замков, и однажды он переночевал в одном из них, принадлежавшем странно-примному ордену рыцарей монахов святого Иоанна Иерусалимского. А когда пришел в Тортазу, там нашел приют в обителях другого ордена у храмовников. Странноприимцы носили одеяния черные с белыми крестами, а храмовники одевались в белые с красными крестами, и показались Алексию куда более занощевыми, чем Иоанниты. В конце ноября ветры с моря стали невыносимо холодными, и путь странника превратился в сплошную муку. Одна лишь горячая молитва и спасала его от простуда и холода. Следовало бы напрячься, перейти через горы и идти за их прикрытием, но там можно было и заплутать, да к тому же в горах засели разбойники, именуемые ассасинами и возглавляемые каким-то таинственным старцем горы, гнездо которого располагалось где-то неподалеку, на горах Ливанских. Миновав Триполи и Бейрут, Алексий пришел в град Сидон, где обосновались греческие православные монахи, радушно встретившие его и давшие приют. Выйдя из Сидона, он вступил в область Галилеи, страны, в которой родился Господь наш. И здесь впервые пошел снег, сначала робкий и редкий, а на следующий день, решительный и мохнатый, совсем как у нас, на Руси. И по снегу этому легче и веселее стало идти, оставляя позади бойкую вереницу следов. Да и теплее сделалось, как водится, когда снежок соизволит явиться. К Рождеству Христову он успел прийти в Акка, столицу Иерусалимского королевства. Сам же град Русалим вот уже 50 лет принадлежал Агаринам, с тех пор как его завоевал славный в битвах султан Саладин. Алексий пока еще с ужасом думал о тех днях, когда придется ему идти по землям сарацинским. Но они все приближались и приближались, эти дни эти земли. Встретив Рождество в так называемой временной столице королевства Иерусалимского, через два дня он поспешил дальше, желая успеть к празднику крещения на берега Иордана, чтобы в самый Богоявленский день там и окунуться, где принял из рук Иоанна предтечи таинство крещения сам Спаситель. Шел он теперь уже не берегом моря, поскольку атакки дорога на Назарет сворачивала влево. Снежок, выпавший еще раз на утро после Рождества, скрипел под ногами легким морозцем, заставляя шагать бодрие. И в первый день нового, 6746 года, в полдень открылась ему гора, а на ней Назарет, городок, в котором Богородица вынашивала в своем теплом чреве Спасителя. В Назарете он рос и воспитывался после возвращения из Египта. Здесь Алексия поселили в странноприимном доме Назаретского митрополита, принадлежащем греческой церкви. К своему удивлению, он встретил тут двух русских паломников, хотя и не монахов, оба они происходили из Смоленского княжества, одного звали Юрием, другого однорукого, Михаилом. У него отсутствовала правая рука, но он очень ловко при этом крестился остававшейся от нее култышкой. Михаил и Юрий сразу же повели гостя к колодцу, из которого обычно брала воду Преснодева Мария. Над ним возвышалась церковь, построенная самой Василисой Еленой. Потом они втроем ходили к развалинам синагоги, здесь Господь читал иудеям свои толкования Священного Писания, и отсюда они его выгнали, полной ярости и желания сбросить Христа с вершины горы. Дом Богородицы теперь находился в пределах Латинского монастыря, но их, русских, туда пустили за некоторую плату, и Алексий сподобился постоять некоторое время в тех скромных клетях, где Деве Марии явился Архангел Гавриил. Они находились под главной частью Благовещенского храма, и для того, чтобы войти сюда, с Алексией тоже хотели взять несколько монет, но их у него уже не оказалось, он возмутился, и его впустили просто так. Еще они ходили в древодельню Иосифа-обручника, здесь и сейчас какой-то плотник-огорянин, не обращая ни на кого внимания, обтачивал доски. Алексий тихонько уселся в углу и пытался представить себе, как маленький Иисус сидел тут и смотрел на работу Иосифа. Тут Алексию пришла мысль, что поскольку в те времена вообще казнь на кресте была в обиходе, то Иосиф, возможно, получал заказы на изготовление крестов. И маленькому Иисусу доводилось в таком случае видеть, как выстругивается орудие его будущей казни. Впрочем, обстругивали ли их вообще-то те кресты казнильные? Скорее всего, сколачивали абы как, ведь это же не домашняя утварь, ни корабль и ни колесница. Лишь для нас крест стал и кораблем, и колесницей в жизнь вечную. Пять дней жил Алексий при митрополичьем доме, без дела не сидел, помогал и дрова колоть, и печь рухнувшую перестраивать. В один из дней Юрий и Михаил водили его на то место горы, откуда злобные жидови алкали сбросить молодого Иисуса и откуда он чудесным образом избавился от проклятых. Стоя тут, Алексий думал об Александре, моля Бога о том, чтобы ему, если случится попасть в поганые вражьи руки, суметь так же чудесно избежать гибели. Еще он думал о том, был ли снег тогда, когда иудеи хотели сбросить отсюда, с горы Иисуса. Сейчас все кругом было покрыто снегом, белым, чистым, так что казалось, будто ты стоишь не среди палестин иудейских, а где-то на русской сторонушке, на холме над Клещиным озером. В ночь на 6 января, сразу, как только отслужили богоевленскую службу, Алексий, Михаил и Юрий отправились к Иордану. Шли весело, немного подкрепляясь хмельным красным вином, Алексий опьянел, и, когда в темноте проходили мимо очертаний горы Фавор, ему показалось, будто на вершине появилась некая зарева, будто кто-то жжет костер и от блески озаряют дым. Он несколько раз потом оглядывался, и вновь ему казалось, будто он видит там, на Фаворе, костер. А спросил у спутников своих, они ничего такого не видели. На рассвете пришли, Иордан нес свои мутные воды среди спящих пальм, занесенных снегом. Оказался он не таким широким, как представлял себе Алексий, и совсем не таким прозрачным. Когда они стали разоблачаться, пошел крупный и влажный снег. Было холодно и сыро, и поначалу даже как-то не очень хотелось лезть в воду. Но, когда запели во Иордане крещающийся тебе, «Господи, нежелание улетучилось», и все трое почти одновременно вошли в ледяные струи Господней реки, зашли по поясы с криками «Слава тебе, Господи Иисусе Христе!» Трижды окунулись. После этого уже не хотелось вылезать на берег, и однорукий Михаил первым, весело хохоча, поплыл на другой берег, лихо сажая одной левой, да так, что когда Юрий и Алексий пустились за ним, то едва догнали. Доплывя до другого берега, Алексий воскликнул. «Боже крепкий, хорошо-то как!» А когда плыли назад, к своим одежам, оставленным на берегу, казалось, будто плавут не в зимнем студенном потоке, а в горячих струях. Босыми ногами побежали по снегу, будто по раскаленному солнцем песку. Солнце выглянуло из-за тучи, а золотило мокрые и разгоряченные тела троих русских паломников, задыхающихся от счастья. Большим убрусом растирали друг друга досуха, особенно власы, допивали остатки вина, и, когда прощались, Алексий снова чувствовал себя пьяным. «Ну, ступай себе, Алеша», — сказал на прощание Михаил. «Так вот вниз побредешь вдоль Иордана, никуда не сворачивая, покуда не дотечешь до Мертвого моря. Отсюда до него, как говорят, не больше, чем от Смоленска до Вязьмы. А как дойдешь, сворачивай направо, оттуда до Русалима совсем близко, верстедок 30 или 40. А ежели встретятся тебе агаряны, добавил Юрий, их не робей, а говори им «Салям Аллейкум». Что значит «Мир вам»? Показывай вперед и говори «Алькадес». Это они так наш Русалим называют. А на себя показывай и говори «Русия». И еще говори им «Алляюхалик», то бишь «Храни вас Бог». Глядишь, и не тронут тебя. Ну, ступай с Богом, Ляксиюшка». С тем и расстались. Монахи пошли назад в Назарет, а он вдоль Иордана. Простудиться уже не боялся. Кто ж простужается после крещенского купания? Разве что скрытый нехрист? Наоборот, снова хотелось раздеться и туда-сюда сплавать, да только надобно было идти. Весь день шел он, останавливаясь лишь, чтобы подкрепить силы куском хлеба и глотком вина. И до самого вечера не попадалось ему жилья. Только когда совсем стемнело и он уж отчаялся, вдруг увидел довольно большой дом, окруженный богатой изгородью. Подошел к воротам, набравшись смелости, постучался, но когда ему открыли, обомлел. Грозного вида Агаринин взглянул на него и строго спросил о чем-то на страшном своем наречии. Алексий в ответ пробормотал разом все, чему научил его Юрий. Салям Аллейкум Алля Юхалик Русия Аль Кадес Он ждал, что после этого его в лучшем случае провонят, а в худшем убьют. Но грозного вида Агаринин вместо этого вдруг низко поклонился и знаком показал страннику, что его приглашают в дом. Каково же было его изумление, когда в доме он увидел иконы и кресты, красноречиво свидетельствующие о том, что хозяева дома в христиане. Да, так оно и оказалось. Тыча себя в груди, повторяя, Русия, Русия, христианин Алля Юхалик Он показывал, что на груди у него тоже есть крест. Набежали домочадцы, женщины, мужчины, юноши, девушки, что-то лопотали, наконец усадили гостя за стол и стали предлагать разные кушания. Он ел и чувствовал, что проваливается в непреодолимый сон. Так и уснул за столом, с лепешкой в руки. На другое утро Алексий проснулся рано-рано и обнаружил себя в удобной постели. Он встал, помолился в полголоса, побежал на реку и переплыл туда и обратно, в точности как вчера. Вылезая на берег, увидел обитателей дома, высыпавших поглазеть на то, как он купается в ледяной воде. Они восторгались им. Повели в дом, стали снова угощать, а когда он собрался было в путь дорогу, грозный хозяин разозлился и стал показывать, что не пустит гостя. Алексий подумал, что торопиться ему некуда, до Пасхи еще ох как далеко, и решил немного пожить у гостеприимных агорян-христиан. Днем он снова ходил купаться в Иордане и вечером тоже. Хозяина дома звали Бутросом, что на местном наречии означало Петр. Он пытался знаками объясняться с Алексием, и кое-какая беседа у них получилась. Бутрос просил Алексия приучить его сыновей, Фатиха и Саргиса, к купанию в холодной воде, и со следующего дня началось учение. Через неделю в сопровождении Саргиса и Фатиха русский паломник отправился дальше к заветной цели своего путешествия. Спутники были его сверстниками, оба веселые и добродушные, они даже принялись, в свою очередь, изучать язык своего гостя, и чем дальше шли, тем легче им было объясняться между собой. Их отцу Бутросу понравилась мысль, чтобы сыновья следовали с русичем тем же пешим ходом, что и он, до самого Алькадиса, как называли святый град все огоряне. Смешной был Фатих, с бельмом в глазу, лицом черный, и все время смеялся. Это он придумал такую шутку, что значит Иерусалим. Это как бы такое огорянское приветствие русичу. Эй, Рус-салям, вернусь домой, надо будет не забыть рассказать про это, весело подумал Алексий. На третий день пути дошли они до Мертвого моря, вода в нем была черная и угрюмая, как бы в память о Содоме и Гаморре, лежащих на дне этого водного пространства. Переночевав в гостеприимном дворе, они рано утром пошли на запад, шли весь день, до самой темноты, и ночевать остановились у подножия Масличной горы. Ночью Алексий плохо спал, ему не терпелось поскорее увидеть Иерусалим, и с первыми лучами солнца он отправился один на гору. Поднявшись, пол коленями в снег и заплакал, ликуя, что перед ним стены Святого Града, а внизу, на западном склоне горы Ильонской, Гефсиманский сад, в котором Господь был схвачен. Солнце все больше озаряло заснеженные виды Иерусалима, и снова казалось, что находишься не в Южных Палестинах, а где-то у себя на родине. К тому же и крест над храмом в Гефсимании был православный. Спустившись туда, Алексий постучался в ворота крошечного русского Гефсиманского Воскресенского монастыря и был принят двумя монахами. Здесь он поселился, сюда же привел Фатиха и Саргиса. Оказалось, что они не просто арабы, а армейцы. Это быстро выяснил инок Василий, знакомый с арабским и арамейским наречиями. Сего дня началась жизнь инока Алексия во Святой Земле. В первый месяц он ходил по святыням Иерусалима, всюду, где хоть что-нибудь было связано со спасителем. Обстановка в городе была мирная, со времени война между агорянами и латинскими рыцарями многое изменилось. В отличие от свирепого Саладина, нынешний султан был слабый, и, случись новому походу франков, они бы без труда возвратили Иерусалим. Магометане терпели присутствие в городе и армян, и франков, и русичей, и даже евреев, небольшое поселение которых развивалось в окрестностях города, угрожая стать большим. Из Иерусалима Алексий отправился в Вифлеем поклониться местам, где родился Господь. Потом случилось ему побывать и в Египте, или, как он тогда назывался, в Месюль-стране. Фатих и Саргис договорились с купцами, шедшими из Дамаска, и они взяли их с собой. Повидал Алексий места, где святое семейство спасалось от Иерда, пещерки и колодцы, в которых Иосиф, Мария и младенец Иисус прятались. В городе Александрия русский инок молился о княжече Александре, да пошлет ему Господь величие и могущество древнего греческого воевода и царя, только чтоб кончина русского полководца была лучшей. И однажды во сне явились к Алексию святые братья Борис и Глеб. Они плыли в ладье по Клещину озеру, лицами светлые и радостные, и говорили, «Исполать восемь Александру Ярославичу, мы ему всегда сопутствовать будем». И видел Алексий в том сне, что монахи Борисоглебского-Переяславского монастыря сидят с Борисом и Глебом в одной ладье, лицами столь же светлые и веселые. Только старца Ядара среди них он не видел, сколько не вглядывался. В Миссюль стране видели паломники множество жидовских жрецов, именуемых раввинами. Страна евреев в те времена находилась далеко на западе, на южном побережье Франции, но проклятых богом изгнанников все равно тянуло назад, в края, где их племя было никогда счастливо, истребляя и грабя соседние народы. Помять о былых великих поживах влекла их вернуться и в Миссюль, и в Палестину, и в Ливан, и в Сирию. И султан проявил слабость, разрешив множеству раввинов переселиться из Франции в Александрию и Каир. К Пасхе с теми же дамасскими купцами Алексий, Фатих и Саргис возвратились в Иерусалим. Наступил день, о котором так мечтал Алексий, день, после которого ему можно было возвращаться домой, в родную Русь. В Великую Субботу он присутствовал при чудесном возжжении святого огня, ежегодно вспыхивающего в канун светлого Христова воскресения в награду верующим, в назидание маловерным, в укор нехрестям. И ему достался целый пучок свечей, горящих тем благодатным пламенем, которое поначалу ничуть не обжигало, и когда Алексий проводил тем огнем по бороде и усам, они не зажигались от него, а когда подставлял руку, руке не было больно, а только приятно и щекотно. В Иерусалиме русский паломник приобрел особый сосуд для хранения пламени, туда только нужно было постоянно подливать маслица, и можно идти хоть на край света, неся с собой неугасимую лампаду. Тотчас на светлой же седмице инок засобирался домой. К тому же и дамасские купцы, очень к нему расположенные душой, задержавшись в Святом Граде, возвращались в Дамаск и звали Алексия с собой. Распрощавшись с добрыми монахами Гефсиманской обители, он, опять-таки с Фатихом и Саргисом, отправился в путь из Иерусалима. Алексий светился от счастья, такие места повидал, таким святыням поклонился. Пасху у гроба Господня встретил, а главное, вез с собой в лампаде то, зачем отправлял его игумен Эдар. Обратный путь лежал снова вдоль Иордана. Здесь пришлось проститься с Фатихом и Саргисом. Грозный отец очень обрадовался встрече и умолял Алексия пожить у него в доме, но инок спешил спасать святым огнем родную землю. Да и караван купцов ждать бы не стал. Повидал Алексий и Геннис Рецкое озеро. Отсюда дорога сворачивала на Дамаск, куда прибыли к Антепасхе. Здесь пришлось немного задержаться, дожидаясь, покуда двинется другой караван в Алеппо. Другие купцы, друзья предыдущих, по их просьбе брали Алексия с собой. Живя несколько дней в Дамаске, инок побывал в домике Анании, где ослепший апостол Павел принял христианство и где жили первые христиане. Побывал и на самом том месте, где Савлу в огненном столпе явился Господь и спросил, по что он гонит его. Постоял он под той башней, с которой Павла спускали в корзине. Все это ему показывали местные христиане, в основном тоже арамейцы. Среди агарян они оказались наиболее расположены к христианству, да и не мудрено, ведь Господь говорил именно на арамейском языке. Много попадалось христиан и среди арабов, но среди арамейцев куда больше. Они были первыми христианами, они и хранили огонь первой веры, от которого зажглись огни Иисусова по всей земле. В окрестностях Дамаска Алексий видел пещеры и живущих в них отшельников на горе Херувимской. Побывал он и в арамейских монастырях на горе Сейтное, где Константинопольскому Василевсу Юстиняну явилась Богородица, и в Малюле, где скрывалась первохристианка Фекла и где теперь было множество келей с монахами и монахинями. А он и подумать прежде бы не смел, что здесь, в окрестностях одной из столиц Магометанских, так безопасно и во множестве сохраняется христианское житие. В конце апреля, когда о снеге уже и не вспоминалось, а кругом все цвело и наполняло округу дивными запахами весны, Алексий покинул Дамаск. Через три дня он был в Эмессе, где ему тоже встречались православные сирийские христиане, но неподалеку отсюда уже находилась граница с Триполитанским княжеством, и потому магометане не очень жаловали тут Назареев, как они называли христиан. В начале мая караван прибыл в Олеппо, северную столицу Сирии. Отсюда Алексию предстояло нести неугасимую лампаду, следуя пешим ходом, надеясь на то, что кто-нибудь по пути подвезет хоть немного. Но навык ходьбы быстро вернулся к нему, и вскоре он уже шагал себе, дорадовался, что жив и что святый огонь при нем. В окрестностях Олеппо паломник из Переяславля побывал еще в одном святом месте, на горе Симеона Столпника. Там его поразило величие и размеры храма, возведенного вокруг столпа, на котором святой Симеон простоял множество лет. Сам столб уже разрушился наполовину и представлял собой обветшавший камень высотой в три или четыре человеческих роста. Здесь был монастырь с немногочисленной братьей, состоящей из арамейцев и греков. Пользуясь своими скудными познаниями в греческом и арамейском языках, он все же поведал им о том, что у них в Переяславле тоже был знаменитый столбник Никита, скончавшийся не так давно, каких-нибудь полвека тому назад. Только у него столб находился не на поверхности земли, а под землей. Покидая монастырь Симеона, Алексий от души радовался, будет что рассказать братья свято-никитского монастыря. Дойдя до Антиохии, он далее двигался тем же путем, что и шел в Иерусалим в прошлом году. Ничто не тревожило его. Каждое утро, просыпаясь на каком-нибудь диком ночлеге, он пел от радости своего существования в мире и шел дальше, но на полпути от Иканея до Никея на него напали разбойники-турки. Монаха схватили, вырвали из рук весь его нехитрый скарб, а главное, разбили неугасимую лампаду. Не нарочно, а по какому-то невероятному случаю. Один из негодяев взял лампаду в руки, с удивлением разглядывая ее и не понимая, дикарь, почему этот путник тащит с собой зажженный светильник. И когда он рассматривал горящие кадила, оно вдруг само выскользнуло из его поганых рук, взвелось и ааха от камня. Пламя, белое в середине и лиловое по краям, вспыхнуло в рост человека так, что разбойники отпрянули в испуге и попадали на землю. Только монах Алексей, замерев от горя, стоял прямо, как вкопанный в землю столб. Пламя тотчас полностью погасло, а внутри у Алексея все так и горело, горячо и ярко. Турки поднялись, отряхнулись, снова скрутили русского паломника, и началось его рабство. В первые часы он ничего не чувствовал, кроме опылиющего все его внутренности огня. Отруби ему руку, он бы и бровью не повел. Лишь к вечеру жизнь кое-как стала возвращаться к нему. На другой день его привели в логово разбойников и присовокупили к обществу таких же несчастных, спрятанных в горной пещере. Потом пленников повели дальше на север. Черствая лепешка и пять глотков воды, вот все, что они получали на день. Изможденные, ели влача ноги, пленники наконец увидели впереди море. Их привели в град Синап, на невольничий рынок. Отсюда их пути расходились. Теперь все зависело от того, в руки какого хозяина им предстояло попасть, доброго или злого, умного или дурного, бога того или не очень. Под утро перед выводом на торги монаху Алексию приснился пославший его в паломничество игумен Эдар. Сон был смутный, Эдар стоял где-то в стороне и был весь в горьком дыму. Алексий лишь чувствовал его присутствие и слышал голос. Девятый день, когда лампада разбилась. Сердце мне стиснуло, и я умер. Накануне причастился о святых тайн. Сегодня девятый день. Ничего не бойся. О лампаде не печалуйся. Не плачь о святом огне. Он уже в тебе самом. И ты донесешь его до Александра. Помяни меня в мой девятый день. Прощай, Алешенька. Алексий проснулся и увидел ясное солнечное утро, полное южных запахов, и ему впервые за дни плена стало легко на душе. Пламя горело в нем, но уже не обжигало, а было таким же ласковым, как в тембновение, когда его только-только подали ему в великую субботу от самого живоносного огня. Он сидел на земле связанный, униженный, приуготовленный к продаже в рабство и неведомо кому, но в сердце у него все ликовало, как у самого счастливого человека на свете. Ведь он получил благую весть от своего духовного отца, дорогого старца Ядара, и жизнь его от сели вновь обретала важный смысл. В тот же день его продали старому турку, следовавшему в город Трапезунд, расположенный в противоположном направлении от пути Алексия, лежащего через царьград Константина. Теперь же его ждали хребты кавказские. Все лето Алексий, бывший до сих пор лишь бошьим рабом, а отныне ставший рабом человеческим, отбывал всякие трудовые повинности в хозяйстве старого турка, ворочал камни, копал землю, рыл колодцы, таскал тяжести, ухаживал за садами. При виде господина всякий раб должен был обращаться к нему в Байбашкан, что значило «государь мой». Алексий быстро обучился басурманскому наречию. Байбашкан стал отмечать его среди прочих рабов за его ум и трудолюбие и иной раз присылал какой-нибудь съестной дар, недоглоданную баранью кость или недоеденное блюдо плова. А когда наступило время, именуемое у турок Сонбахар, серечь осень, хотя оно никак не отлично от нашего лета, Байбашкан решил оказать ему особливую честь. Он подарил его своему гостю, тем самым признав Алексия хорошим рабом и драгоценным подарком, который не стыдно вручить любезному родственнику. Прощаясь с Алексием, Байбашкан ласково махал ему рукой и мурлыкал свои гюли-гюли-эльвида, то есть до свидания и прощай, с таким видом, будто облагодетельствовал его. Увы, родственник не оценил русского раба и по приезде в горное селение, расположенное в Иверских горах, отправился просить мира у негодяя, наводившего ужасно окрестное население грабительскими набегами. Рабы казались ему весьма удобным подарком, ибо не требовали места в арбе и их можно было просто везти на веревке, а сдохнет один другой, невелика жалость. Горный разбойник по-свойски встретил миропросителя, принял дары, любезно угостил великолепным обедом, поскольку того требует закон кавказского гостеприимства, обещал не тревожить покой окрестных иверских жителей и отпустил гостя, одарив его, в свою очередь, хорошими подарками. А когда тот, веселясь и радостно напевая, пустился в обратный путь, люди Можгиза, так звали горного разбойника, напали на него, отобрали дары и перерезали глотку. Более дикого человека, нежели новый хозяин Можгиз, Алексий еще ни разу в жизни не видывал. Он и родом был из племени, носящего самые разбойничьи по самому звуку своему имя. Люди, составляющие разбойничью шайку Можгиза, назывались Нишхаями. Еще они говорили о себе ичеры борзой, что значило, горные волки. О себе они были весьма высоко гомнения, вероятно, почитая себя самым главным смыслом мироздания. Воровство, разбой да убийство почитались у них наивеличайшими проявлениями доблести, а самым унизительным, что мог вообразить себе их мужчина, был труд. Если бы деторождение не связывалось с удовольствием, то они его отнесли бы к разряду труда, и на семь бы пресекся их род. Но человеку даны органы детородных наслаждений, и Нишхай считали своим долгом использовать их по случаю и без случая. Когда не было рядом жены или рабынь, они ничуть не гнушались садомских мерзостей, и какой-то особой храбростью почиталось у них изловить мальчика или девочку из соседних селений и совершить над ними насилие в пятером, а то и в десятером, доведя жертву до полоумия или до смерти. Словом, всякие дьявольские поступки приветствовались в их звериной, волчьей стае. Впрочем, и волки бы постадились такого родства. И вот у таких-то нехристианок Алексий прожил всю осень. Он бы мог весь остаток дней своих провести у них в рабстве и здесь сгинуть кавказским пленником, но, на его счастье, в логово разбойников нагрянул славный Витя Сярс из племени Апсуев. На этот раз Нишхай потерпели поражение, и сам Можги спал в бою от десницы Арза. Каково же было изумление и счастье Алексия, когда выяснилось, что Витя Сярс, как и большинство Апсуев, был крещен и носил звание христианина под именем Пантелеймона. Освободив пленников, он повез Алексия к берегу русского моря, в град Себастополис, где и проживал сам в той местности, что прославилась проповедями Симона Кананита, апостола от двунадесяти, наиближайших ко Христу. Стояла зима, в этих местах малоснежная, только в горах по над берегам моря белело снежное покрывало. Приближалось Рождество, и к самому празднику бывший раб турков Енишхаев сподобился прибыть в православный греческий монастырь, лежащий подле могилы святого апостола Симона. Там с греками, армянами да с местными жителями Апсуевыми страдалиц и встретил рождение господа. Отогревалось тело инока Алексия, намучившаяся в рабстве. Душа же его не нуждалась в обогреве, поскольку неугасимая лампада горела в ней святым огнем. Хорошо было житье в свято Симонове, и дал он себе волю пожить тут 12 дней. Тяжелые слухи доходили сюда с востока и полунощей 9. Татарский воевод Батый с великим воинством разорял русские земли, княжество Рязанское покорено им, разорено и сожжено, сам Владимир, стольный град русский, взят и уничтожен, а великий князь Юрий Всеволодович пал храброй смерти в битве на реке Сити, где и все воинства его полегло костьми. Другой истребитель народов именем Мункой, разбив на Волге копчаков, шел со своими разбойниками сюда, в Кавказские земли и уже дошел до Аллании, народ который твердо и крепко стоял в своей христианской вере и готов был весь до единого погибнуть, но не отречься от Спасителя. Страшно было слушать об истребительном нашествии поганых, и одно лишь утешало Алексия, если сбылось предсказание Ядара про черную тучу Батая, значит, сбудется и другое его пророчество, про славное будущее Александра, Спасителя земли русской. На крещение Алексий омывался в мощных струях водопада, шумящего неподалеку, в двух шагах от монастыря, а уж после этого простился с добрыми братьями во Христе и отправился в путь на Русь родную. Шел он берегом моря Русского, обдуваемый зимними ветрами, миновал пятиунт и пришел в края, где обильно селились фряги из града Генуи, ловкие купцы и храбрые мореходы. На их повозках, шныряющих вверх и вниз вдоль побережья, он доехал до города Некапсия, принадлежащего племени зихов, принявших крещение от константинопольских проповедников. Здесь можно было остановиться в греческом монастыре и пожить в нем пару деньков, пережидая, покуда иссякнет особенно лютый ветер с моря. Простясь с гостеприимными зихами, далее Алексей шел через земли шапсугов и касагов, а когда дошел до пределов тму тараканских, тут ему добрые люди подсказали не ходить в главный город Матарху, потому что тамошние генуэзские фрязи стыда не имеют и торгуют со всем Кавказом, покупая рабов и увозя их на невольниче фряжские рынки в Геную, в Венецию, во Флоренцию. Там Алексей в рабах еще не был, но и не очень-то ему хотелось, а потому до самого Дона он шел, старательно обходя всякого подозрительного человека, всякий разъезд. Здесь и Великий пост наступил и нагостился инок Алексей в сласть. Как он пересек степи Половецкие и добрел до Рязанской Украины, одному Богу известно, да и сам паломник едва ли смог бы толком обсказать. Но случилось так, что в праздник Сретения он встретил русского человека, сообщившего ему, что он уже идет по землям Рязанского княжества. Дальше начались для Алексея такие страшные дни, что даже само рабство в Нишхайских горах показалось ему сущим пустяком по сравнению с ужасом зрелищ, открывшихся его взору в разоренной русской земле. Не просто Великий, а Величайший пост пришел к нам, и Русь Святая стала огромной и страшной скудельницей, где всюду над трупами кружили враны, и некому до сих пор было убрать те трупы, обглоданные и обветренные белые костики человечьи. Дойдя до столицы Рязанского княжества, Алексий удостоверился, что сей столицы более не существует. Некогда мощный град обращен был в пепелище, являющие собой обугленного мертвеца, покрытого снежным саваном. Все, что могло спастись, укрылось в Рязанском Переяславле, расположенном на Оке ближе к Коломне. Там Алексий нашел остатки былого Рязанского величия и услышал повесть о нашествии Батыя. Прошлой осенью, когда Алексий брел через Сирию и прикладывался к деснице Иоанна Крестителя, войско Батыя пришло на Русь, и Юрий Рязанский первым встретил его, не поддержанный другими русскими князьями, включая и самого великого князя Юрия Всеволодовича. Батый требовал отдать ему невестку Юрия, красавицу Евпроксию, жену княжича Федора. Во всех русских землях она признавалась наипервейшей красавицей. Сам Федор, отважно отвечавший поганому пришельцу, что русские не показывают жен своих злочастивым язычникам, был убит. Евпроксия же, узнав об этом, бросилась из окна терема на землю и разбилась вместе с младенцем Иванушкой. Потом была сеча, погибель воинства Рязанского, взятие Рязани и истребление всего населения. Далее Батый взял и позже к Коломну и Москву, а в те дни, когда Алексий дошел до Иерусалима, он явился под стенами стольного града Владимира и воздвигнул ставки свои напротив золотых врат. Готовя захват города, Батый уничтожил Суздаль, истребив всех жителей и лишь священство, иноков и монахинь зачем-то забрал в полон. Двоюродный брат Александра Ярославича, Всеволод Юрьевич, находясь во Владимире, принял монашеский постриг вкупе с супругой Агафией, епископом Митрофаном, роднею и всеми приближенными, не надеясь выжить. Благочинный епископ со слезами говорил, «Господи, Божи сил, сидя и на херу вемех, простри руку свою невидимую и примя с миром души раб твоих». В месопустное воскресенье проклятые вороги вломились в город и всех, кто находился в нем, предали лютой смерти. А в начале Великого Поста прошлого года, сразу после взятия Владимира, поганые нехристи пошли дальше, захватывая и уничтожая прекрасные города русские, Юрьев, Дмитров, и пришли в родной град Алексия Переяславль. Что же, с болью в сердце вопрошал он монахов Рязанского Переяславля, рассказывающих ему о великих прошлогодних бедствиях. Неужто и Переяславль наш пожгли, не то пощадили. Горько ухмылялись монахи с понятной обидою, мол, нашу Рязань враспыл пустили, отчего ж ваш Переяславль оставили бы. Обычаю своему они и тут не изменили. Нет нынче и вашего Переяславля на Клещине озере. Видал Рязанку нашу, таков нынче и твой родной градик, братья Алексий. Так что приуготовься и ты увидать скорбное, каково и мы тут второй год наблюдаем, грешные сироты. Далее Батыева свора, к Костроме и Костромскому Галичу, на запад, к Твери и Новгороду. Великий князь Юрий с тремя тысячами воинов встретил их на берегах реки Сити за Ярославлем и положил главу свою на бранном поле к мерзкому ликованию истребителя Батыя. Ростовский епископ Кирилл, придя из Белозерского монастыря на место погибели великокняжеского войска, нашел там среди груды мертвых тел безголовое туловище Юрия Всеволодовича. Видно, голову Баты взял на память. На западе трупоядцы татарские взяли Волок Ламский, Тверь Торжок, дошли до Валдая и лишь отсюда повернули вспять. Награбленного ими было уже столько, что с тяжелой ношею не могли они тащиться дальше. Веселые, аки бесы в аду, терзающие грешников, потекли они, присыщенные кровью и добычей, по краю Смоленского княжества, мимо Вязьмы, дошли до Козельска, где местные жители, сложив свои головы до единой, умертвили в битве четыре тысячи нерусей, жадные до чужой смерти, сей нелюди впервые познали, каково погибать в большом количестве от русского оружия. Где же находились от упору Ярослав Всеволодович и сын его Александр? Нетерпеливо спрашивал у рязанских монахов инок Алексий, живы ли они? Ярослав был в Киеве, ожидая, придет ли батый брать столицу древнюю нашу, отвечал один из рассказчиков инок Яан. А сын его, добрый Александр, собирался отражать нечисть бесовскую в другом древнепрестольном граде, в своем Новгороде. И доблестного свет Юрги Игоревича. Вот кабы они оба с войском носить к Юрге Всеволоджу приспешили, глядишь бы, и одолели монгула проклятого, проворчал другой инок Симон, на что Алексий возмущенно глотнул воздуха. И вместе со Всеволодичем главы свои там, носите, сложили. Нет уж, видать, и впрямь Господь уберег их, коль, гляди, такая несметная и необоримая сила была у баты. Симон как стал возмущаться Александром, так его на том словно заспичило. А ноня, ишь ты, жениться собрался. Кто? Александр Ярославич, кто ж? Не сам же Ярослав. Кругом разор, бедствие, а он свадебную кашу затевает. На ком же он женится, родимый? Несмотря на Симонова возмущение, умилился Алексий женить бе-княжича. Всего не знаем, отвечал Симон, а ток мы веселье нонче отнюдь неуместно. Долго засиживаться в Рязанском Переиславле не хотелось. Душа летела на горестных крыльях поскорее уснать, как там сейчас, через год после разорения, его родной Переиславль Залесский, живы ли монахи Борисоклепской обители и как они погребли старца родненького Ядара. Бросив Алексию в котомку три пресных лепешки, рязанские иноки проводили его в дальнейший путь, зная о важности его поручения. Через три дня, дойдя до Коломны, которая также лежала в пепле и лишь едва-едва начинала восстановливаться, он свернул направо и еще десять дней шел, всюду видя лишь сожженные и обезлюдившие селения и редких людишек, до сих пор скрывающихся в лесных землянках, боясь новых набегов батайского воинства, посланного из самой Гиены Адской. Наконец, скорбя и молясь, Алексий пришел в края, знакомый с детства, в Берендеев лес и на Волчью гору, в Любодол и Трубежню, а там уж и Переиславль показался на просторах клещина сладчайшего озера. Шел месяц март, ранняя весна растапливала снега и чавкающую розово-желтую снежную кашу месили Алексиевы ноги, прошагавшие до Святого Града, до самого Миссюря, Серечь и Юпита и обратно, оставившие длинную вереницу следов по миру Божьему. В тутошних местах эти ноги еще больше за все детство и юность понабегали, пообошли лесов и полей, холмов и долин, то по грибы, то по зверя, то по рыбу, то по ягоду. Но смотрели его глаза, узнавали и не хотели узнавать нового облика страны своей. Не было уже и десятой части цветущих некогда деревень не сел. Ни Аленкина, ни Лебедина, ни Троицкого, ни Красного, ни Дебрина, ни Соколова, ни многих других, где он мог бы зайти в дом и где его бы, глядишь, признали и сказали, здрав буди, Алешенька. Только в грачах теплилось жилье и стояла Ярославова застава. Тут его накормили горячими постными блинами и поведали о гибели и разорении той обители, из которой отправился он по белу свету два года назад. Узнал он и о том, как братья Монастырская молила проклятых убийц пощадить старца Ядара и как-то Торва согласилась не умертвлять старца, но всех остальных, играючись, посекла своими мечами и топорами. Нагоревавшийся милой монастырской братьей, Алексий вытер слезы и спросил о свадьбе Ярославича. Оказалось, и впрямь Александр наметил жениться сразу после Пасхи и свадебную кашу творить в Торопце. Отчего же в Торопце? Для того, чтобы Литве казать, что у нее под носом свадебствуем и веселимся, хотя и разорил нас проклятый Тугарин. Литва нынче сильно распоясалась, видя наше бедствие. Да что, одна ли Литва, что ли? И немец свейский, и немец ливонский, и всякий какой ни на есть немец неумытый полагать взялся, что теперь, а после Аббатия, нас голыми руками взять ввоз можно. Ярослав, батюшка наш любимый, уже под Смоленском Литве порожи-то надавал. Та Литва безобразная, как Батый разорил нас, так пошла брать Смоленские земельки, пожирая их, яка волчья безглядные овчие стадо. Но Ярослав Всеволодичи ему же утер нос, а погляди, то ли еще будет. Кого же себе в жены берет Александр? Спросил Алексий. Понятное дело, Александру был ответ. Да чью черта? Понятно чью, Бречеславну. Секоего Бречеслава, не князя ли Полоцкого, сведомо его самого. Ну тогда и понятно, от чего в Тарапце кашу варят, догадался Борисоглебский инок. Ведь Тарапец как раз лежит там, где сходятся границы трех земель, Полоцкой, искренне за него спорили. А теперь этой свадебной кашей Тарапецкую трещину-то и замажут. И хорошо. Вот хорошо-то. И Бречеслав, князь, слыханно, богатый, у него и Полоцк, и Витебск, и городок, и многие иные селения небедные. Что ж, не мешает мне поспешить побывать на той Тарапецкой каше, порадовать Александра. У меня для него весть благая. Так говорил инок Алексий, торопясь покинуть заставу в Грачах. От заставы он пришел в Переяславле и побывал на пепелище побитую монголами. Только Старец Ядар лежал поодаль, возле маленькой кельи, в которой он спасался после нашествия, единственный выживший из всего населения обители, воевода без войска, отец семейства без семьи, вождь без племени. Тут-то и вспомнился Алексий и его сон в Месюль-стране. Про Бориса и Глеба, плавущих в ладье по Клещину-озеру с братьями Бориса Глебской. Обители. Ведь сие же как раз тогда было, год назад, когда и Батайна Переяслав нахлынул. И вот почему он в ладье старца Ядара не видел, Старец еще жив был. Стало быть, Борис и Глеб и впрямь забрали их к себе в небесную ладью, плавущую по небесному Клещину-озеру. Теперь Ядар там же, покидая печальную скудельницу, бывшую столь долго его земным пристанищем, Алексий так и светился последней утешительной мыслью. Он станет возрождателем монастыря. Он отнесет благую весть к Александру, попирует на свадебной каше в Торопце, а потом возвратится сюда и начнет отстраиваться. Поселится в опустевшей келье Ядара, никуда из нее не уйдет, даже когда монастырь возродится и расцветать станет. Эта мысль так вдохновила его, что, покинув родной Переиславль, Алексий почти бежал в Торопец. Ноги его так и пели, привыкшие к быстрой и долгой ходьбе. Его разбирало страстное желание поспеть в Торопец даже не к свадьбе Александра, а к празднику Благовещения, ведь он же нес благую весть будущему спасателю и блюстителю Руси, благую весть, благую весть. И уже терзался Алексий от ужаса, что никак, никак не поспевает он до Благовещения в Торопец. В Лазареву субботу он добрался только до Твери. Город копошился, как муравейник, стараясь успеть подвоскресить свой дивный облик к Пасхе Христовой. В отличие от спаленной Рязани, Тверь оживала, вставала из-за букленного гроба. Здесь Алексий исповедался и отстоял службу кануна входа Господня в Иерусалим. Он рассказывал о своем путешествии в Святый Град, и его рассказы, имеющие особый смысл Другое утро Алексий пустился дальше, но к вечеру дошел лишь до Лихославля. Вторжок он явился в Великий Понедельник, и теперь становилось очевидным, что за остаток дней ему едва ли поспеть в Торопец. В этом году Благовещение выпадало на страстную пятницу, оставалось идти вторник, среду, четверг. О, если бы хоть кто-нибудь подвез его. Но по дорогам мчались всадники, не отягощенные повозками, проскакивали мимо и даже не останавливались, чтобы подбодрить монаха. Вечером в среду Алексий вышел к дивным красотам Селигерского озера. Неожиданно ударил мороз, и все, что было влажным, застыло в причудливых очертаниях. Внезапным морозцем подернуло и сердце инока. Он вдруг подумал о том, как ему выразить благую весть Александру. Ведь он только знал некий незримый, сокрытый, таинственный смысл ее, не задумываясь о словесной передачи глубинных образов. Что же он скажет Александру? Как выразит суть? А главное, как передаст Ярославичу тот неугасимый, но уже незримый святой огонь Господень, несомый им от живоносного камня? Ведь по словам Ядара, явленного в сновидении, пламя перешло от разбитой лампады прямо в душу Алексия. И как же он вручит это пламя княжичу? В вечер под благовещение он все еще находился на расстоянии полутора дней пути. В ужасе Алексий чувствовал, что все рассыпаются, как порванные бусы. Он не успевает к празднику в торопец, не знает, что сказать и как передать пламя. Он молился Борису и Глебу, да пошлют они ему помощника, молил Ядара явиться ему на мгновение и объяснить то, что теперь стало таким необъяснимым. И когда в сумерках он увидел всадника, скачущего по дороге, то понял, что мольбы его услышаны, что теперь все разрешатся и именно этот всадник поможет ему добраться до торопца к благовещению. Глава 2. Благовещение. Под утро, когда еще совсем темно было, Александр проснулся от четкого ощущения, что кто-то пробрался в его почивальню и дышит громко и твяшко. Савка, ты, что ли, тут, чего тебе, дурень? Очень недовольным голосом пробормотал Ярославич, полагая, что это его слуга. А вот рок-11 удумал какое-то очередное озорство учудить ради праздничка. Только разве можно озорничать, ведь хоть и праздник нынче, а Великий пост-то еще не кончился. Он привстал в постели и не сразу понял, что имен, но не так в его клете, а когда понял, слегка смутился. В почивальне стоял странный серебристый свет, тихий-тихий, едва заметный глазу. Такого он еще никогда не видывал. Лампада в красном углу чуть теплилась, и от нее такого света быть не могло. Вдруг все в княжичи вздрогнуло, в углу стоял человек. Не бойся меня, князь светлый. В сей же миг раздался голос, глухой и ласковый. Кто ты? Все еще испуганно спросил Александр. Я инок. Однажды на горе над Клещиным озером ты подходил под мое благословение. Должно быть, не помнишь. Сдается, помню, пробормотал Ярославич. Ничего более не говори, княже, а только внимай мне, уже строго молвил нечаянный гость, вытянув вперед левую руку. Благую весть я принес тебе бег празднику Благовещения. Помнишь ты, как мертвые птицы падали с неба у нас в Переиславле? Тогда игумен Ядар пустил меня, аки птицу, к живоносному гробу Господню за святым огнем, которым только и можно спасти нашу землю от злой погибели. Иас, грешный монах, почти два года ходил пешим ходом. Видел Константина в царьград и Сирию. В Иордане в крещенские дни омывался и дошел до Русалима и был в Миссюль стране и Юпите. Там есть град Александра, и когда я был там, мне дано было видение, будто святые князья Борис и Глеб плавут по нашему клещину озеру в светлой ладье и говорят, исполать Александру Ярославичу, а мы ему всегда сопутствовать будем. Исе тебе первая благая весть. Монах замолчал, будто внутренне боролся с чем-то, и Ярославич хотел спросить, какая же вторая весть, но гость снова заговорил. Не спеши и не перебивай, а то у меня и так мало времени. Из Миссюль страны я вернулся в Русалим и в Великую Субботу обрел огонь святый от гроба господня. Ишет с ним вспять, попал в полон и рабство к поганым туркам. Они же разбили лампаду мою и загасили огонь, но, быв перед продажей в рабство, ас видих сон про игумена Ядара. И старец предрек мне, что святый огонь во мне и что я неотвратимо принесу его тебе. Исе тебе, Александре княже, вторая благая весть. Сейчас я зажгу святый огонь господин, а ты смотри же, береги его пущих глаза, только с ним победишь и любого ворога, любую нерусь и нехрест, какая только не выпадет тебе навеку. И никого не бойся, посему многожды много сулит тебе славы твоя судьба. И хотя век твой будет недолг, быть тебе избранным воеводой и спасителем земли русской, а теперь мне пора. Сильно я спешил к тебе, боясь не поспеть к благовещению, и не поспел бы. Да вот на полпути от Селигера до Торопца помогли мне. Лихой человек убил меня ради забавы, и только так я успел к тебе, свете мой светлый. Звали же меня Алексием в честь человека Божия. Прощай, Александр Ярославич, вот тебе мое второе и прощальное благословение. А все сие нерцы никому же. Сказав это, инок на шаг приблизился к онемевшему от ужаса Александру и осенил его крестным знамением. Тот час повернулся, быстро прошел через стоящую свечу и исчез, а на свечном вителе повисла крошечная капелька света, того самого, серебристого, который доселе наполнял почивальню княжича, а теперь пропал вместе с исчезновением инока. Капелька задрожала, будто боясь погаснуть, пустила слезу искру, на миг и впрямь погасла, но уже в следующее мгновение родилась заново, теперь уже сильная и большая, по краям багряная, а внутри ярко-белая. Боком взобралась наверх вителя и уселась на нем, как вельможный всадник. Брызнула еще двумя искрами, разгорелась, взошла и занялась высоко и властно, радостно и торжественно, озаряя покой княжича неземным светом. Александр зачарованно смотрел на ее рождение, боясь даже вдохнуть и выдохнуть. Ужас перед пришельцем с того света более не сковывал его сердце. Ему хотелось лететь птицею, скакать на коне вовсю прыть, и откуда-то явился конь, и Александр уже мчался на нем по долине, пуская стрелу в оленя, и хлынул теплый летний дождь, ракотнул в отдаление тихий и незлобный гром, а олень все мчался, и стрела летела у него над головой, не умея обогнать стремительного зверя. Ярославич проснулся, стряхнул с себя на вождение сна. Бывает же, что приснится такое. И на коллекции что-то такое помнилось, как некий растерявшийся монах робко благословил его на холме над клещиным озером. А как чудно он прошел сквозь свечу. Юный князь встал и поглядел на стол. Он думал, что уже рассвет, а это на вителе свечи, потушенной вчера перед сном, веселилось чудесное пламя. Бог ты мой, испуганно прошептал Александр. Но в следующий миг испуг сменился восторгом и радостью. В сердце юноши крошечной капелькой родилось и занималось точно такое же восторженное пламя, какое горело свечою, стоящей на столешнице под образами. Он глубоко вдохнул, дав сердечному пламени больше воздуха, чтобы оно могло заняться еще более. Ему стало весело и так легко, что, казалось, только вскочи и распрокинь руки, непременно полетишь. И Александр вскочил, но не раскинул, а прижал руки к груди и метнулся к образам. И сердечная молитва птицы вырвалась из уст Ярославича. Горячо потекла к иконам, к пламени свечи и к огоньку лампады, который как будто взбодрился при виде свечного огня, обретя друга, вырос и тоже стал радостным и торжественным. Не заметив как, Александр уже стоял на коленях, и две счастливые слезы сладко стекали по его щекам. Он вдруг испугался, что слишком ярко разгорелось пламя свечи, озаряя образа уже желто-жарким светом, золотистым, весенним. А оказывается, это раз свет пришел в оконце, по-господски властно и небрешно ступив в Александрову горницу. Чижики и щеглы весело попискивали в своих клеточках, радуясь наступлению нового дня. Лучезарный Ярославич вскочил с колен, но молитв он знал много, и они не кончались, живыми птицами излетая из уст его, тесня одна другую, спеша распрямить крылья и выпорхнуть. Ибо нет смерти, а есть вечная весна Господня. Но вот уже и последние пташки вылетели из клетя Александровой груди, и все остатки слез давно высохли, князь глубоко вздохнул и напоследок еще раз пропел праздничный тропарь «Днесь спасения нашего» и, целуя руку Богородицы на иконе, еще раз повторил «Радуйся, благодатный, Господь с тобою». Потом он собрал несколько имеющихся в опочевальне лампадок, добавил в них масла, расправил вители и осторожно одарил каждую лампадку огнем от свечи, зажженным благовестником Алексием. Он уже нисколько не сомневался в подлинности предрассветного явления. А когда лампадки ожили, Александр расставил их по всей горнице и стал одеваться, намотал на ноги чулки, сменил сорочицу, подпоясался новым ремешком, всекнул «Савка» на голубятню. Глава 3, птичий праздник. А я-то уже и не спал. Тотчас вскочил и проворчал. Кому Савка, а кому Савва Юрьевич? Но на самом деле-то мне стало очень весело. Я всегда ворчу на него, чтобы он тоже не очень разбаловался. Но, вообще, когда он появляется, тут уж, братцы, такой свет светлый, что знай гляди во все глаза. На голубятню. С превеликим удовольствием. Быстро оделся, шепча «Отче наш» и «Ангеле Божий». Трижды перекрестился на образа Богородицы и Савва Стратилата и громко спросил. «Славич, кого-нибудь еще возьмем с собою?» «Босю буди», — отозвался князь из-за своей двери. «Чего меня будить?» Я уже встал, появился тут как тут с Быславка, уже одетый и веселый, как мы. «Пи-пи, чёт-чёт», — возясь, восклицали чечетки в клетке, которую он нес. Я взял свою клетку, в которой нетерпеливо чечекали славки и переговаривались синички, стал их перелавливать и пересаживать в босину, к его чечеткам. Перепуганные пташки даже затеяли между собой битву, но не смертоносную. Тут и Александр наконец вышел из опочивальни со своей клеточкой, там у него возились щеглы и чажики, которых я тоже пересыпал в общий садок. «Ну, с праздником, Славич», — сказал я, кланяясь князю, «с благовестью тебя». «Как спалось-то?» — благовестно, — ответил, а сам так и светится улыбкой. Так мы втроем и отправились на Дворцовое Верхо, где у нас была устроена голубятня с птицами десяти разных пород. Однако же, и подморозило за ночь, солнце теперь боролось с холодом, но в одних сорочицах нам было не жарко. Хладостойкие голуби сидели нахохлившись, а теплолюбивые, завезенные из фрязей колумбики, были припрятаны в особой теплой горнице уловчего Якова. Ох, и хорошо же сверху смотреть на город, особенно в такое утро. Снег так и сверкал, будто озеро от края до края. Недолго ему оставалось еще немного, и пой, дед, сок. А тут еще скоро уж Пасха, а за Пасхой свадьба. Хорошо, кем начнем? — спросил быся. Загадаем, — предложил князь. Кто щегла вытащит, тому всю жизнь предстоит в оксамитах щеголять. Кто славку достанет, тому славы много достать. А кто синицу? — спросил я. Тому дома сидеть, синицу в руке держать, засмеяться князь. А кто чечетку? Тому только болтать без дела, а дела не делать. Ну а чежика, тому чежица, — загадочно ответил Ярославич. Это как же? — переспросил быся. Ай, увидим опосля, — еще загадочнее, — сказал Александр. Ну, давай мне садок, я первый буду убрать. Он взял у быся птичий садок и, не глядя, сунул туда руку, схватил из пернатого колготаньи одну трепетуху и вытащил ее. Чуть приоткрыл пальцы узнать, какого она звания. Оказалось, Славочка. Она возмущенно молвила. Чек-чек. Александр рассмеялся и выпустил птицу, осенив ее вдогонку крестным знамением. Кому ж еще славы достать, как не тебе, Славич? Сказал я. Чуя, что мне попадется что-нибудь непутевое. Только бы не синица, кому охота дома сидеть. Теперь ты, сбыслав, — велел князь. Бося со вздохом залез в садок и вытащил другую славку. Ох и удачливый новгородец. Кинул ее в небо и присвистнул вслед лихо. Настала моя очередь. Славок там еще оставалось три. Ну дай бог и мне. Я запустил руку в клеточку. В пальце меня клюнуло сразу несколько клювиков. Перья щекотно отмахнули запястье. Схватил, будь кто будет, и вытащил трепещущие тельцы. Хоть бы славка, только бы не синичка. Чижик. Весело воскликнул князь, когда я разжал два пальца. Так и есть, чижище окаянное. Ну и лети себе. Отпустил я птаху без благословения и без свиста. Стало быть, что ж, мне всю жизнь теперь чижица. Спросил чуть не плача. Хоть бы ты, слович, растолковал, что сие означает. А вот потому, как ты будешь жить на свете, мы и узнаем, что сие значит. Чижица, лукаво подмигивая бысе, продолжал потешаться надо мною. Александр. Я хотел было рассердиться, но тут внизу на площади увидел белые плащи с черными лапчатыми крестами вчерашних немецких риттерей, приехавших поглядеть на молодого князя Александра из своей Ливонии. Сами надутые, а глаза так и бегают туда-сюда, где бы над ними потехи не сделали. И говорят так надменно. Гляньте, сказал Сбыслав, тоже заметив немцев и указуя на них. Ливонцы даешние. А я их первый заметил, толкнул я бысю, да чуть не спихнул вниз с голубятни. Ну немцы и немцы, что ж такого, молвил Александр, вычерпывая из садка прочих птиц и подбрасывая их в небо ради светлого праздничка. И то правда, поддакнул Сбыс, беря из рук Александра клеточку и тоже пополняя небо птичьим отродьем. Одно слово, папежники. Это ты хорошее слово придумал, понравилось князю, папежники. Так и будем звать их. А правду говорят, что они в два святых духа веруют. Спросил я, пытаясь отнять садок Узбыслава. Почти правда, отвечал ученый князь наш. По их правилу веры дух святый исходит и от отца, и от сына. На том мы с ними и спор начали, потому что они своенравно нарушили установление святых отцов вселенских соборов. Я наконец отнял Узбыся клетку с остатками пернатой дружины и тоже поучаствовал в разбрасывании благовещенских гонцов. Пусть принесут весну, да поскорее. Тут мне почему-то припомнился Переяславль, и я сказал. А помнишь, Славич, как у нас мертвые птицы с небес сыпались в то самое лето, когда батыевы-змеильтяне потом на Русь притекли? Накануне о Великом Посте, что ли? Помню точно, о Страстной Пятнице то было, сказал князь. Ты, вот что, савушка, после церкви отправляйся в сторону Селигерского озера, по дороге, и поищи там мертвое тело монаха. А вось сыщется такое. И аще найдешь. Вези его по моему приказу сюда в Торопец. С чего бы ему там оказаться, мертвому Моносю, удивился я. Ты не спрашивай, а делай, как я велел. Если найдешь, я тебя вознагражу. Коли так, то поеду. Только я ведь не для наград служу тебе, Славич. А другой же миг снизу, с площади раздался дикий посвист. Каковым может у нас свистеть один только ловчий князь Александра, Полочинин Яков? Сей свист его зело знаменит по всей Славенской, и по всей Залесской, и по всей Нижней, и по всей Русской земле 12. Прошлым летом приезжали в Полоцк спорить с Яковом Трое. Из Галича некто Ростислав, из Киева Демиша по прозвищу Шептун, да мой братан из Владимира, или сей ветер. Да куды там. Ни один из них и в пол свиста не осилили противу того, как Полоцкий ловчий засвистать умеет. А когда мы поехали в Полоцк сватать Бречеславну, то сразу после того, как разрушили сары, Бречеслав из Ислович расщедрился и говорит. Проси, князь Александр, чего хочешь в подарок. А наш умница Славич возьми да и сразу ему. А отдай мне в услужение своего ловчего Якова. Мне такого ловчего зело не хватает. А коли не понравится ему у меня, обещаю обратно в Полоцк отпустить. Так Яков оказался в нашей дружине и покуда не помышлял о возвращении в Полоцк. В сей же миг тем посвистом с площади Яков хотел привлечь князя к себе. Стало быть, люди не сведали, где Александр, что свищешь и менее. Отозвал со своим зычным, трубным голосом князь. Но тот честно голубят не объявился новгородский слуга княжей Ратмир. Свид Лискослович со смехом обратился он к Александру со своим новгородским выговором. Вместо свет. Свид. Успи ее, передразнивая Ратмирку, отвечал Ярославич. Он был вельми весел и, спускаясь с голубятни, еще пошутил. Ишь ты, поглядеть желает, будто я царь Соломон, а он царица южическая. Южическая это какая? Спросил я, любопытствуя, у которой ноги гусячие оказались. Она самая, ответил Ярославич. Иначе река Маясавской твоя, стало быть, это ж ты у нас, Савва.